Обсужденный нами ленивый механизм вычислений может приводить к интересным эффектам. В частности, если мы будем рассматривать программы, которые могут не завершаться, то окажется, что ленивые вычисления приводят к тому, что во многих ситуациях мы можем элиминировать эту самую незавершаемость программ и таким образом делать наш код лучше определенным. Давайте посмотрим на пример. Перед нами пример функции CONS42. Это функция одного аргумента, который принимает значение произвольного типа и возвращает нам целочисленное значение. Реализация этой функции очень проста. В теле этой функции мы осуществляем вызов функции CONST. Как вы помните, функция CONST принимает два аргумента, возвращает первый аргумент, а второй аргумент игнорирует. В данном случае первый аргумент связан с числом 42, поэтому наша функция CONST 42 всегда возвращает число 42, независимо от значения первого аргумента. Ну давайте вызовем эту функцию, например, на значении true, и мы получим значение 42. Чтобы мы сюда не передали, у нас всегда будет значение 42. Функция CONST 42 игнорирует полностью значение аргумента, поэтому в рамках ленивой модели вычислений, если мы передадим сюда какой-нибудь сложный аргумент, какое-нибудь вычисление, то это вычисление никогда не произойдет. А это означает, что в качестве аргумента функции CONST 42 мы можем передавать любую, в том числе и незавершающуюся программу. Мы можем написать программу, которая уходит в бесконечный цикл, и передать ее сюда, или написать, что совершенно эквивалентно с точки зрения статической семантики, вызов функции UNDEFINED. Функция UNDEFINED всегда прерывает выполнение программы, но только когда она вызвана. В данном случае функция UNDEFINED используется, но никогда не вызывается. Поэтому мы видим, что в рамках ленивой модели вычислений мы можем элиминировать расходимости. Тот аргумент, который не используется, никогда не будет вычислен, и даже если эта программа расходится, она никогда не будет запущена. Функции, подобные CONST 42, называются нестрогими функциями. Формально нестрогая функция определяется следующим образом. Если в нестрогую функцию передано в качестве аргумента расходящее за вычисление, а результатом является какое-то значение нерасходящееся, то такая функция называется нестрогой. Альтернативным термином служит строгая функция. А строгой называется функция такая, что если мы передаем в нее расходящийся аргумент, то значение этой функции обязательно является расходящимся. Таким образом, все функции мы можем разделить на две группы, строгие и нестрогие. Правда, здесь есть некоторый тонкий момент, заключающийся в том, что функция, скажем, двух аргументов может быть строгой или нестрогой по второму аргументу в зависимости от значения своего первого аргумента. Поэтому анализ строгости и нестрогости представляет собой некоторую довольно интересную и весьма нетривиальную задачу. Хаскель знает, что функции встроенные, например, сложение, вычисление синуса и так далее, они являются строгими. Он может стартовать с этого соображения, анализируя строгость либо нестрогость остальных функций по вызовам этих функций. В Хаскель встроен специальный анализатор строгости, который позволяет оптимизировать программы. Дело в том, что, вообще говоря, энергичная модель вычислений при трансляции в окончательный код, исполняющийся на компьютере, она несколько эффективнее, чем ленивая модель вычислений. Потому что ленивая модель вычислений, как мы помним, для эффективности требует некоторой косвенности вызовов. И поэтому анализ строгости необходим для того, чтобы делать программы на Хаскеле очень эффективными. Этот анализ компилятор производит, если он обнаруживает, что некоторая функция строгая, он может заменить вычисления в рамках ленивой модели вычислениями в рамках энергичной модели.